предлагает нам цену от девятьсот пятидесяти тысяч до миллиона нажал нашел родимую вот она всех приветствуем на канале блогер федор и сегодня у нас ролик про то как нужно продавать автомобиль точнее как можно его продать и какие условия условия нам предоставляют покупатели правде поддержанных автомобилей кто что хочет купить и за какую цену на за основу мы возьмем нашу ладу vestu sv cross комплектации люкс мультимедиа престиж 2018 года с двигателем 1 и 8 и механической коробкой передач если автомобиль лада то это сразу говно и так давайте посмотрим если автомобиль сдавать в trade-in например то официальный представитель компании черри автосалон не будем называть его где он находится и кто чтобы не давать рекламы никакой мы не проплаченный канал предлагает нам цену от девятьсот пятидесяти тысяч до миллиона то есть в trade-in вы сдаете примерно в этих рамках и к этой сумме они предлагают еще скидку в размере четыреста тысяч рублей то есть по сути миллион четыреста вам у вас уже в кармане если вы приедете на этом автомобиле в принципе наверное неплохой вариант по рынку по рынку такой автомобиль как у нас но если верить таким там дромом всяким автору и всем остальным такой автомобиль стоит порядка один миллион двухсот тысяч рублей дрон по моему оценил этот автомобиль что средняя цена у него один миллион двести двадцать тысяч рублей то есть это средняя цена ну и соответственно наверно верх рынка будет наверно миллион триста они с наверно миллион сто где-то так примерно то есть разброс цен большой варианты всякие разные и соответственно сам дальше вам уже судить как поступить лучше за какую цену и продать если вы не спешите то конечно можно действовать по верху рынка а если вы куда-то спешите вам нужно срочно продать горит горит то можно и низом обойтись первые же дни в первые же часы я бы так сказал тысячи я до утрируют но десятки где-то звонков от автодилеров которые говорят продайте 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 этот автомобиль вот и цены называют примерно мы начинаем стартовать от миллиона сто там десяти примеру соответственно что у нас как бы не очень устраивает сейчас мы находимся на стоянке опять приехал автодилер причем как бы согласована была изначально цена миллион сто восемьдесят то есть 20 тысяч отдавал скидку конечно же конечно же вот эти разговоры о том что ну мы стартанем с такой-то суммы миллион сто шесть пятьдесят они предложили вот и сейчас ждут решения от главного там у них в салоне который возможно там накинет еще подождем подхожу ну нет снимается не хотите сниматься ну ладно go просто введен ребят ну вот короче от миллиона сто восемьдесяти максимум который я хотел скинуть им еще 20000 они сейчас предлагают миллион сто шестьдесят пять вот ждут там вопрос хорошо сошлись на цене получается они пошли на уступки мы пошли тоже на уступки в общем цена как но я скажу чуть ниже чем я рассчитывал но в принципе я думаю что это неплохая цена сейчас заключим договор и там будем дальше смотреть как там если что скрытая камеру поставим пацаны не хотят сниматься ну как бы вроде хорошие пацаны вот но хотя все они хорошие знаете теперь салон они тоже перед являются деталь которая была сейчас озвучена вот работниками вот этого дилерского салонов которые покупают продают автомобили в том числе и был не только новыми дорогой в общем парнишка сказал что они очень хорошо зарабатывают с кредита то есть если они автомобиль допустим купили за миллион 200 до условно или допустим возьмем 1 миллион условно чтобы охраны шо для понимания было продадут они допустим за миллиону сто сто тысяч допустим накинута на него и остальную сумму как бы заработку у них составляет вот эти кредиты которые потом вы идут им там плюсом или как там я не знаю как это правильно называется то есть от кредитов у них основная статья дохода так что вот как-то так получается ну верить тоже ну все-таки подвесочка хорошую полицейские проезжали дал глухо идет ли машинка кайф честно продавать ее вообще никакого желания нету потому что прикипел прикипел я к автомобилю столько с с ним прошел с ней она у меня прям вот надеюсь уже в сердце хорошо на сердце мне отложилось очень тяжело на самом деле аж прям слеза скупая намечается я не плачу это просто лада веса в глаз попала это будет история продажи да планирую и сведоточивой сделать потому что нам новгород они там такие противные гаишники на самом деле не порой просят те документы которые не обязаны предоставить например они стс просили великий новгород вот я там был убрать какие предпочтения а здесь же губой можно налить отдаем ласточку слезы грусти наворачиваются у меня на мои глаза это я не плачу это просто лада веса попала в глаз так и второй ключ ничего нету глушить я показал как закроешь машину на заглохнет второй ключ но там где-то литров 5 но 50 километров и 60 хватит я 95 всегда лил можно 92 ребят подошла история концу продаем нашу ладу вес то отдаем людям которые надеюсь также следить также и любить все давай береги ее как зенит сока нашел нашел родимую вот она вот она вот и закончилась история наши черные лады весты которую мы прошли долгий путь и если вы не следили за этой истории то вы очень много упустили автомобиль был куплен на камчатке доставлен паромом до владивостока с владивостока мы доехали на ней до города балакова саратовской области дальше мы ехали через москву приехали санкт-петербург и здесь уже в городе санкт-петербург почти ленинградской области автомобиль был продан продан несчастно и сейчас на растерзан перекупами мы в минусе не остались это точно остались в плюсе в хорошем в принципе вот и этот эта история заканчивается хорошо я надеюсь автомобиль попадет в хорошие руки в автомобиль хороший в идеальном состоянии просто просто конфетка так я прилип к нему что неохота было продавать и вот сейчас скупая слеза мужская бросится наружу нашел нашел родимую вот она вот она нашу вот она ребят родимая великом новгороде стоит вот это она она знаю я ее родимую коврики мои сзади обычные резиновые ключ висит с брелком да она это она выставили ее продажу все работает магнитола работает кондиционер работает сидение подогрев работают так мы вот смотрите цена у нее 1 миллион триста 19 тысяч рублей то есть накрутили они на нее 149 тысяч в принципе для перекупов не так уж и много наверно наверно я не знаю авито оценивает эти автомобили то есть она стоит у них выше 1 миллиона двухсот сорок одного одной тысячи рублей а авито оценка идет от миллиона до миллиона двухсот сорока то есть они поверху рынка и и продают такая вот история мы идем дальше подписывайтесь на наш канал ставьте палец вверх нажимайте колокольчик приятного просмотра как сказал бы блогер федоров всем пока